ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Страховщики составили свой список наиболее угоняемых легковых автомобилей в России в прошлом году. Он отличается от перечня, который на прошлой неделе обнародовала МВД. Там лидировали иномарки масс-сегмента Hyundai Solaris и Kia Rio. У страховых компаний вышло, что основным вниманием угонщиков в ушедшем году пользовались кроссоверы Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Rio оказался на третьем месте. На четвертом Mitsubishi Outlander. Solaris замкнул пятерку лидеров. Полиция и страховщики сошлись в том, что угонов премиальных внедорожников стало намного меньше. ТРАССА СТО ОДИН В новых автомобилях, оборудованных системой Aero Glonass, появилась дополнительная функция. Не связанная с ДТП. Речь идет о вызове наряда Росгвардии посредством нажатия кнопки. Услуга эта платная. Как информирует газета.ру, базовая ставка находится на уровне 250 рублей в месяц. Плюс еще надо заключить договор непосредственно с силовым ведомством на возмездной основе. Суммы тут различаются в зависимости от региона. ТРАССА СТО ОДИН Киа Спортэч следующего пятого поколения начнут продавать в России в первой половине этого года. Кроссовер будет стоить минимум 2 миллиона 330 тысяч рублей. В начальной комплектации Comfort машина будет оснащена 150-сильным бензиновым двигателем объемом 2 литра и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Среди опций двухзонный климат-контроль, дополнительный электротопитель салона, подогрев форсунок-омывателя, светодиодные фары, камера заднего вида. ТРАССА СТО ОДИН 2021 год оказался крайне успешным для китайских автопроизводителей, представленных в России. К примеру, Черри увеличила продажи более чем в три раза, а Хавейл почти в два с половиной. По мнению экспертов, популярность авто из Поднебесной в нашей стране будет только расти. Этому поспособствует более низкая цена таких машин при их растущем качестве, а также отсутствии дефицита. Действительно, в прошлом году многие россияне, вместо того, чтобы несколько месяцев ждать новый европейский или японский автомобиль, шли и покупали китайцам. ТРАССА СТО ОДИН Компания Рено поклялась к 2030 году перейти на выпуск только электрических автомобилей. При этом подконтрольный ей румынский бренд Dacia продолжит делать машины с ДВС. Уверенный шаг в светлое электрическое будущее французы собираются сделать уже в феврале. Тогда должен стартовать серийный выпуск электрокроссовера Megane и Tech. Авто будет оснащаться электродвигателем мощностью более 200 лошадиных сил, запас хода почти 500 километров. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова